Дезертира Но вообще новичкам легко заблудиться в здании Поэтому наши ребята состряпали специальную карту Проверь коммуникатор Я отметила там кабинет Оливье Быстро найдешь А при чем тут салат? Ну ладно Так посмотрим У нас есть заметки И у нас есть памятка сотрудника Все, больше ничего Кстати, можем еще на шифт чуть быстрее передвигаться Вообще нам, по-моему, на карту На карту Что тут заметка? Оба, на, я ее даже не взял Да, правда Сейчас почитаем заодно Возьмем насыщенные жиры, кукурузный сироп С высоким содержанием фруктозы, которые нас отравляют И сои, что порой превращают мужчин в женщин Возьмем компьютеры, которые считают так быстро, что мы за ними не поспеваем Это мы и не должны Мы несовершенная раса Отвратительные комки плоти с костями неполноценны сами по себе Для того, чтобы выжить, нам нужны хозяева Мы должны признать своих хозяев Ну тут что-то не так Ну ладно Раз нам наверх, значит нам в лифт Ага, ну мы с ней, в принципе, идем Или она нас только до лифта проводит Окей Все? Ты с нами не пойдешь? Окей, пока тогда Руководство, 15-й этаж Хотя холл тоже 15-й этаж Алло Эй Тест, раз, раз Работает хоть? А Это Джон, из IT Мы уже знакомы Я отлаживал твой анимус Я тут в Астерго Вроде Скотти на нашем звездном пути Отвечаю за технику Есть минутка или... О, черт Судя по трекеру Ты направляешься к Львье Ладно Свяжусь с тобой позже Есть к тебе одна просьба Хм То есть мы будем заниматься еще и здесь Некоторыми такими делами, скажем так Ой Я ждал, что дверь тут откроется Ух ты Охренеть Различные картины Гибель Помпеи, например, по-моему Сейчас зайду, зайду Он вас ждет Да? Правда? Нет, честно, серьезно Мне можно к шефу Ура! Ура! Ну Я поставлю под уг... Ой Наш флагманский проект Только в том случае Если вы мне напрямую прикажете Эдвард Кенвей Но ведь... Но ведь Голливуд так и начинался С пиратских фильмов Дуглас Фербэнкс, Эрл Флинн А у нас доступ к реальным пиратам Уи-уи Именно Обсудим это на встрече акционеров Да Походу Жду с нетерпением До встречи, Летиция Походу, нас закрывают Салю! Спасибо, что нашли минутку Я знаю, вы заняты Я посмотрел ваши данные Очень мощно Придется, конечно, почистить кое-где Для семейной аудитории Может, переозвучить Эдварда под Джеймса Бонда Чтобы женщинам нравилось Красивый город, правда? Ну да, есть что-то в этом такое Что ж, я позвал вас сюда Обсудить так называемую обсерваторию В ваших материалах она появлялась Несколько раз Так вот, я прошу вас по возможности Собрать все воспоминания о ней Как можно скорее Я бы не стал давить Он санкриз, мне все равно Но кое-кто из руководства Абстерга Индестрии Стянет из меня жилы Так, следуйте за цепком по обсерватории И мы... О! Простите, звонок Я отвечу Еще поговорим Бонжурный Аля, бонжур Вы, вы, вы Ты в объем Натуральному Понятно В общем, суть в том Суть в том, что Офис, я так понял, еще частично строится Или здесь что-то случилось Ну ладно, неважно В общем, тамплиерам нужна запись о Этом месте И они хотят, чтобы я ее оттуда вытащил Любой ценой, как говорится, да Это не имеет значения, как я это буду делать О, кстати, здесь О, здесь Мечи из первой Нет, точнее из Ну да, в первой, по-моему, тоже он был Книги старинные Круто Ну ладно Тихонько пойдем Привет Это Джон из IT Есть минутка? Хорошо Добавляю контрольную точку Одна Твоя коллега ушла в отпуск И забыла отправить мне видео, которое обещала Поскольку меня бесят все прочие с твоего этажа Надеюсь, ты поможешь Можешь выудить нужный файл из ее компьютера И передать курьеру Это просто Подходишь к ее анимусу Логинишься И качаешь файл И все Ты поторопись А то и ты начнешь меня бесить А походу ассасины пробрались-таки сюда Это вовсе не то И вовсе не простой файл, походу Собственно, куда эта дверь ведет? Она ведет Под офис Насколько я могу судить Либо она ведет вот сюда Ладно, неважно Выйдем отсюда И Перейдем К лифту Тем не менее, я так чувствую, что нас все равно могут закрыть Типа мы не слишком интересны Но Им нужен файл Как только мы его добудем От нас избавиться Точнее, мы-то будем думать, что это просто так А на самом деле это На самом деле это аквариум Так, терминал коллеги Ой, да ладно Я сессию по пять сделаю Закрыто Не проблема Моя привилегия Первый уровень доступа Он есть и у тебя Не злоупотребляй Логиньте Расскажу, что делать Э, ну Ну вот А говорит, он есть и у тебя Ой С другой стороны Я чую, я знаю, чей это Компьютер Так Подобраться к данным надо в обход ядра Когда получится, твой коммуникатор скачает все автоматически Надо как-то обойти ядро, чтобы подобраться к данным Я не знаю, что я сделал Взлом удалте Супер Файл загружается Я создал базу данных для всех файлов от тебя Просто найди в коммуникаторе папку «Мои файлы» Все, что ты загружаешь, можно будет найти здесь Под защитой, конечно 23 декабря 2012 Группа изъятия образцов Фишер Кейс Рапорт Объект 17 Дезмот Майлз Объект был мертв Время смерти примерно 1 час 07 Условия благоприятны для взятия образцов ДНК Изначально у нас были сомнения в безопасности зала Но благодаря знаниям и навыкам группы Мы смогли взять ценный материал Я лично реквизировал рюкзак объекта И после тщательного осмотра Извлек ряд предметов для всестороннего анализа На правой кисти объекта ожоги высокой степени Кость обуглена, что указывает на спонтанное воздействие Высоких температур Если честно, такое мы видим впервые Голова, шея и торс остались нетронутыми Я лично выбрал агентов для изъятия образцов крови и слюны Затем мы начали извлекать материал И сумели сохранить несколько хороших образцов Мы уже начали анализ и сортировку данных Которые идут исключительно легко Благодаря облачной базе данных И третьей группе изъятия образцов абстерго Объект 17 продолжит существование как образец 17 Бедный Дезмонд Ну что ж, ладно Но это печально Эй, 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 эй. Эй, 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 эй. Эй, эй, эй. Значит, не ломать компы, говоришь? А мы попробуем. Итак, поворот сферы. Движение. Ну, чтобы там уткнуться. Мне нужно, чтобы найти вот эту часть, скорее всего. Ну, как-нибудь мне попасть. Вот, отлично. Привет, папа. Эм, знаешь, забавно. Ты помнишь, как? Я это часто вспоминаю. Особенно, когда работаю, а еще перед сном. Потому что это вроде как успокаивает. Мне было 14. И ты пытался научить меня ходить бесшумно. Помнишь? Следить за тем, сколько шума я делаю при ходьбе. Основы. Сейчас я понимаю, но тогда я... Ну, признаться, я думал, ты из вредности. Ну, ты сказал, что поднимешься к себе, сядешь спиной к двери и станешь читать книгу. А я должен подождать минимум 15 минут, незаметно прокрасться наверх и хлопнуть тебя по плечу. Я даже помню, что ты читал историю пиратства Джонсона. И ты предупредил, что если я попадусь, придется начинать сначала. И ушел наверх. А я стал ждать. Я все ждал и ждал и ждал и ждал. Я ждал 4 часа, пока не решился. И даже тогда к лестнице я добрался только через 20 минут. А поднимался еще 30. А еще 10, шел по коридору. И вот я уже у двери. Заглянул в комнату. И я так надеялся, что ты спишь. Как бы не так. Ты все еще читал. Я чуть не обоссался. Но через 10 минут... Я был всего в пяти футах от тебя. И я помню, как раз тогда я опустил ногу, и ты вздрогнул. Совсем чуть-чуть. Но вздрогнул. Я подумал, вдруг показалось. Но я знал. Ты услышал. А ты... Ты промолчал. Просто посмотрел на часы, взял со стола стакан. Глотнул и продолжил читать. Но я знал, что не смог. А ты промолчал. Я... Я не понял, почему. Я подскочил, хлопнул тебя по плечу, и ты обернулся. Ого, прекрасно! Вот что ты сказал и крепко меня обнял. И я ничего не сказал. Но, пап, я так разозлился! Мне хотелось наорать на тебя. Я не смог, и ты это знал. Но ты промолчал. Я все злился. Месяц, наверное. Я думал, ты меня пожалел. Я думал, может, ты тогда решил, что я никогда не стану таким, каким бы ты хотел. Но пару лет назад я понял. Когда ты посмотрел на часы, это был знак. Да. Ты дал мне выиграть, так как я проявил терпение. И впечатлил тебя. Знаешь, может, в тот момент ты подумал, что мне нужнее папа, а не наставник. Я, если честно, не знаю. Может, для тебя это одно и то же. Я все равно рад, что в тот день и мой наставник, и мой папа заботились обо мне. Тогда я не понимал, но теперь понял. Хм. Интересные записки от Дезмонда. Я думаю, что записок на сегодня хватит, а то вы мне опять скажете, что читаю вам тут уроки. Хотя, если вы хотите... Не, ну я все равно буду взламывать, как бы, компы в любом случае. То есть, вот он... А, ну он сам максим... Нет, можно еще взломать. Еще вот этот компьютер, вот эти два. То есть, взломать можно. Интересно, он просто... Мы сюда можем пройти? Почему? У нас же есть доступ к первому уровню. Прямо в дома сети. Я бы и сам сходил забрал, но я тут по уши в коде, лень отрываться. О, нам уже дали больше игрушек, я тут смотрю. То есть, у нас был только ассасин, теперь у нас пират и высший темплиер. Ну что ж, идем в холл. Надеемся, что нас не поймают. Да, все время забывает, что надо на пробел нажимать, а не на... Слушай, я так долго не протяну. Не работа, а черт-те что. Ну, у тебя кофе гадкий, тебе есть куда расти. Чего? Нет, 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 нет. Я все делал точно по рецепту, можешь проверить. Это искусство, Шон, а не наука. Смотри, кто здесь. Значит, встреча все-таки в силе, просто ты хамло. Бедная Ребекка тут уже полчаса торчит. А ну, тихо, не хами. Извини его, кофеин в мозг ударил. Ну, как поступим? Трансфер. Супер, получила. Чек тебе пришлем. До скорого. Пока, Шон. Пока, Чао. Только попроси еще бесплатный кофе. Нахалка. Классная, да? Проследим за ней. Нет, 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 это перебор. Ты вовсе не чудо. Ты сотрудник. На работе. Но спасибо за помощь. В общем, спасибо. Приятного пиратства. Проследим за ней незаметно. Все, мне просто интересно. Надо что, просто возьмут и выйдет, и все? Просто тыгит, и все. Серьезно, нам все закрыли. Может, я выйти отсюда хочу? Я что, здесь жить обязан за этим столом? Охрана, выпустите меня! Почему они ее выпускают, а у меня нет? Блин, я тут... Нечестно. Ну, честно, это нечестно. Ладно. Что выключили? Блин, а пока. И пауги не косые. Надо обратиться в ТОК. Ура, мы дошли до лифта. Охренеть. Как интересно. Ладно. Теперь посмотрим на... Где рыбки? Вот рыбки. Отлично. О, а там... Там, типа, много их. Техслужба на второй этаж, проект образец 17. Айтишника вызывают на второй этаж? По офису не ездит. Лифты не брать. Ну ладно. Продолжим пиратствовать. Эй. Ты куда? На рынок? Нет. Я. Родители попросили вернуться. И я хочу к ним. Что значит вернуться? Ты живешь со мной? Прости, Эдвард. Но отец прав. На ферме тебе достойно платили. Почему тебе не по душе такая жизнь? Со мной. Достойно? Да это был чистой воды грабеж. Хочешь всю жизнь быть женой крестьянина? Ладно, Эдвард. Ладно. Если ты уйдешь, то никогда не узнаешь, что нас ждет. Каролайн. Каролайн! Кит. Вставай, Кенуэй. Тедж здесь? Ушел на Галеоне утром. Считает, что здесь в бухте мы можем и сами управиться. Да, здесь можно развернуться. Держать флот, например. А если привести в порядок, так и поселиться можно. Возможно, уговорю жену приехать. А ты женат, да? Перед Богом, да. Жена ушла от меня. Все равно, не болтай об этом. Пираты не уважают тех, кто верен чему-то, кроме Рома и Разбоя. Клянусь честью. Найдешь, что дай знать. Все-таки красивый у нас корабль. А нам нужно пока идти за Джеймсом Кидом. Кстати, мы, походу, я так понял, решили здесь обосноваться. Или... Или нет. Ну ладно. Я бы сказал, что нам в таком случае надо бежать за Джеймсом Кидом. А не идти. А Кид ушел в лес. Да и что? О, что-то что я не видел. Ну же, сюда. Всего-то. Странные вещи, да? Время безжалостно. Может, наследие Майя? Или ацтеков? С загадками дружишь? Или, скажем, с головоломками. Не хуже других. А что? Я думаю, что у тебя есть дар. Твои суждения. И твое понимание мира. Вот уж не знаю. Ты говоришь загадками. Я тебя не понимаю. Эдвард, полезай наверх. Помоги мне. Сосредоточься, Эдвард. Постарайся. Забудь про тени и звуки. Смотри в суть вещей. Пока не увидишь странное мерцание. Знакомое чувство. Оно у меня с юности. Будто используешь все чувства разом. Видишь. В каждом на этой земле, будь то мужчина или женщина, таится особое чутье. У меня всю жизнь такое было. Но я-то думал, это как-то связано со снами. Вот. Одним его не найти. У других уходят долгие годы на пояс. Но есть и те, кому оно дано от рождения. Сейчас ты чувствуешь свет жизни. Того, что было и того, что есть. Материя самой жизни. Любой человек может обострить свои чувства до предела. Если захочет. В общем, нас научили отыскивать. У тебя дар, Эдвард. Какой странный. А ценный? За деньги не продашь. Но если найдешь все, тебя ждет награда. Сколько их? Немало, думаю. Сюда. Покажу еще кое-что. Тут аж прям Две Итак, раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Статы осталось. Держи Я нашел тут еще кое-что. Уверен, ты разберешься намного быстрее. Ну, давай. От этого так и веет тайной. Здорово, да? Подожди, увидишь, что тебя ждет в конце. Так, и что же, в этой пещере меня ждет в конце. Я уже, например, заблудился. Я примерно не понимаю, конечно, куда... Вау. И что это? Мы на месте. Как тебе? Похоже, у господина Дюкаса много тайн. Взгляни-ка. Какая-то массивная лестница. Хм. Как думаешь, что там наверху? Думаю, ловушка. Я не удивлюсь, обнаружив там разнообразные орудия пыток. Железную деву или тиски для пальцев. Или даже грушу. Оу. Мерзкий способ умереть. Пять ключей. Попробуй ключ Дюкаса. Один есть. Осталось четыре. Так. Может, они у тех четверых тамплиеров? Видишь имена? Отправлены убить эти объекты. Это же карта, что я продал Торосу в Гаване. Он сказал, тут отмечены лагеря ассасинов. Не думаешь, что должен их предупредить? Если в твоей груди бьется сердце, а не камень. Я мог бы. Если так, я найду ключи. Какой ты меркантильный. Это лучше, чем ничего. Меркантильный пират. Так нам показываются. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь целей. Восемь даже целей. Это восемь ассасинов, которые... Охота на туплееров. Заработать еще можно. На этом даже. Вот. Здесь есть сундук еще один. Который можно тоже вскрыть. Это круто. Но у нас нет ключей. Поэтому этот... Броню мы не получим. Пока не убьем всех охотников. И не заберем у них ключи. Вот. Но зато нам, кстати, доступна возможность проходить прямо вот сразу в здании. Тоже отлично. И вот, кстати, чем всегда нравились... Игры про ассасины. Тем, что всегда вот... Как бы не было все запутано, в итоге можно выйти где-нибудь в самом начале. Но пока я попробую... Выйти на обзорную точку, которую еще не осмотрел, насколько я понимаю. И уже... Осмотреться с нее. Что вот она. Мы с ней сейчас смотримся. Сделаем синхронизацию. Что у нас здесь вблизи видно. То, что у нас есть еще... Вот здесь вот что-то, сундук. Вот здесь есть какая-то черная. Метка, не метка. Почему я не могу ближе приблизить? Ну, здесь, в общем, труп. Шлюпка. Примещаемся, так сказать, поближе к берегу. Я думаю, никто не против. Все равно, как бы... Миссии, миссии. И что же это? Это как бары. Ребята уже взбухались. Нет, стоп. Видимо, там что-то будет, скорее всего. Чего нет сейчас. Ладно, встретимся с Кидом. И, по идее, это будет окончание этой а-ля-миссии. Отчаливаешь? Эта бухта создана для тебя, Эдвард. А костюм нет. Эй, да брось. Мы пираты, Кид. Берем, что хотим, делаем, что хотим. Мы свободны. Но костюм не твой. Ты совсем не такой. Тогда какой? Не всегда разберешь. Знаю одно, а ты ищешь опасный приз. Обсерваторию? Ты знаешь про нее больше, чем говорил в Насау. Заметил, значит? Жди меня у Юкатана. 20 градусов, 3 минуты северной широты. Через пару недель смогу тебя порадовать. Вот такое вот задание. Ну, в целом, так как это была обучающая миссия... Она обучающая. Она мне, в принципе, понравилась. В принципе. С вами был, как всегда, Дезертир. Я надеюсь, вам это тоже понравилось. В следующей части мы встретимся, возможно, с Кидом. Может и нет. Не знаю. Все будет уже известно в следующей части, а не в этой. Так что всем спасибо, кто смотрел. Всем пока и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!